Вот, собственно, Шал попал в ловушку. Это обычный удел всех диктаторов. Они все время думают, сейчас я вот так обойду, здесь обойду, придумаю что-то. Ну, если бы он лет на 10 был помоложе, наверное, такие игры еще можно было бы допускать, но у Шала мало времени. Привет, политик! Уважаемые друзья, мы более года назад рассказывали о том, что в 2019 году обязательно состоятся досрочные выборы президента, что Назарбаев построит такую конструкцию власти, которая в реальности оставит полностью власть под его контролем, и что он встроит во власть в свою дочь, сделать ее фактически преемником, преемником власти. Что в итоге следующий этап это построение монархического строя, превращение Казахстана в султанат, когда власть по наследству будет переходить в семье Назарбаева. И вы помните, 2018 год у нас достаточно был активный, мы проводили различные митинги. Ну, первый митинг был 10 мая 2018 года, до этого мы проводили разные акции с голубыми шарами, и, как вы помните, это произвело большой фурор не только в Казахстане, но и во многих странах мира, когда западные средства массовой информации просто недоумевали, как можно преследовать за то, что наши граждане просто появляются с голубыми шарами. И, собственно, вот наша активность привела к тому, что политическая жизнь очень сильно оживилась, правительство было вынуждено оглядываться на те программы и приложения, которые озвучивал ДВК. И мы можем сказать, что вот все события, которые произошли в 2019 году, они напрямую связаны с нашей активностью, напрямую абсолютно. Я в 2018 году и ранее озвучивал, что Назарбаев хочет передать власть своей семье. И, конечно же, были версии, что это уже было в 2019 году, что, возможно, он сделает конструкцию какую-то транзитную, когда поставит некую номинальную фигуру. Но в большей степени я склонялся, что Назарбаев будет стараться стремительно поставить на позицию президента страны Даригу Назарбаеву. Но именно частые упоминания, именно негативные реакции в адрес Дариги привела к тому, что он решил сделать такую временную прокладку в лице Касмжима Артукаева, которого я называл тогда мебелью. Это, скажем, прочно к нему прикрепилось. Даже работая якобы выбранным президентом с 9 июня, он все это постоянно демонстрирует. Каждое выступление ложь, и мы все прекрасно видим, что у него никакой власти нет, и в прессу просачивается масса разных документов, которые это подтверждают. В частности, что максимум, кого может назначить Аким своим указом Токаев, это Акимов районов. Все остальные должности, это прямая прератива Назарбаева, и Токаев должен согласовывать. Даже в недавнем интервью газете, точнее изданию Deutsche Welle, которое было распространено в Казахстане по всему миру, Токаев признался, что все стратегические вопросы, как внешней, так и внутренней политики, за Назарбаева, а он просто исполнитель. В общем, одним словом, ни для кого не является секретом, что Токаев какая-то временная фигура, и ясно, что на эту позицию Назарбаев будет стараться как можно быстрее внедрить Доригу. Именно наша позиция, разоблачение его идеи, привело, конечно, к тому, что он был вынужден вот такую мебель поставить на позицию президента, отобрать все полномочия и ловить момент, когда все же ему удастся поставить Доригу. На самом деле, я должен сказать, что вот наша активность дала результаты. Дело в том, что еще 18-е и часть 19-го года наш народ не был массово активен, он сейчас тоже не очень массово активен, да. Исключением было, наверное, 9 июня и чуть позже, там, летние месяцы, когда наш народ был чрезвычайно активен. Но все же этого было недостаточно для того, чтобы добиться смены режима. Необходимо было, чтобы на улицы выходили десятки тысяч. Ну и, собственно, вот эта ситуация, она позволяла Назарбаеву без особых проблем на позицию президент назначить не только Доригу, но даже свою лошадь. То есть, ну, вы видите на примере Астаны, когда он переименовал Нур-Султан, ну, вроде неделю активно пошумели, месяц поговорили. Как говорит Тухаев, ну, что произошло, то произошло. Это вопрос привычки. Вот мы можем констатировать, что в целом, хотя народ недовольный, но есть угроза действительно, что это станет привычкой. И, конечно, Назарбаев в этой ситуации сделал огромную ошибку. И мы, я считаю, граждане страны подвигли, чтобы эту ошибку сделал. Он мог воспользоваться моментом. В тот момент назначить Доригу. Ну, люди пошумели бы, как с Астаной было при переименовании Нур-Султан. Ну и потом сказали бы, ну и ладно, будем жить своей жизнью. Вот, но он сейчас назначил Такаева, все равно ясно, что определенная инерция этой должности есть. И Такаев должен какое-то время, хотя бы год, побыть на этой позиции, прежде чем он сдаст свою должность Дориге Назарбаевой. И теперь политическая активность уже другая. Именно просачивание информации о планах Назарбаева достигло таких масштабов, что наши люди уже хорошо понимают о будущих планах Назарбаева. И, конечно, не приемлют то, что Казахстан станет монархическим строем, что власть будет по наследству передаваться членам семьи Нур-Султана Назарбаева. Это не приемлют никто, в том числе сама политическая верхушка. И, конечно же, вы знаете, что Назарбаев, долгое время, будучи под Москвой, все время копировал все действия, которые происходили в России, собственно, как и при Ельцине, и при Путине, и Медведеве, он все время у них копирует. Вот, и у него возникла идея, отдай-ка я сделаю такого президента мебель Такаева, а сам буду сидеть в совбезе, а потом в нужный момент я его сдвину и поставлю в свою дочь. То есть, типа Путин-Медведев. Ведь Медведев был президентом, Путин был премьером. Реально Путин, будучи премьером, рулил все ситуации в стране. Медведев изображал, что он президент, и в 2011 году все это стало очевидным, тем более, что Медведев взял и признался, что, оказывается, несколько лет назад они с Путиным об этом договорились. Вы знаете, какой был скандал, как только люди не шумели в России. И вот Назарбаев решил вот такую модель сделать. Но ему уже скоро будет 80 лет. Конечно, он с позиции представителя Совета Безопасности не может и не хочет вернуться на позицию президента. Тем более, что все основные властные полномочия он уже оформил на позицию Совета Безопасности. Поэтому главная его цель это назначить на позицию президента Дарьгу и затем выстроить конституцию и законы таким образом, чтобы эта власть по наследству передавал членам семьи Назарбаева. Вот, собственно, его главная была цель. А теперь он попал в ловушку. В ловушку попал, потому что мы, безусловно, по всей стране распространим информацию, что он хочет поставить Дарьгу. Все, что он сделал, это он Дарьгу поставил на позицию председателя Сената. То есть, в любом случае, он свои планы таким образом показал. Нам всем показал. И теперь бедняга наш шал мучается. Ну, как же мне теперь эту мебель сдвинуть так, чтобы он не сильно скрипел? Поставить Дарьгу, чтобы люди не говорили, ага, вот ты попался, вот твои планы, мы видим, мы тебе не дадим это реализовать. Вот, собственно, шал попал в ловушку. Это обычный удел всех диктаторов. Они все время думают, сейчас я вот так обойду, здесь обойду, придумаем что-то. Ну, если бы он лет на 10 был помоложе, наверное, такие игры еще можно было бы допускать. Но у шала мало времени, ему уже скоро 80 лет. И вы видите, как он выходит на открытую трибуну, начинает говорить что-то от себя, мимо протокола, мимо тех речей, которые ему написали спикеры. И сразу наши люди говорят, о, шал маразматик. Шал маразматик, шал сошел шума. То он на кладбище гоняет людей, то еще какой-то глупый скажет. В общем, непрерывно. Одним словом, даже имея полную власть в стране, просто перейдя на позицию Совета Безопасности, вы сейчас видите, что и полугода не прошло, как десятки людей открыто выходят и четко высказывают свое мнение по Назарбаеву. Он враг нашей страны. Это происходит при его жизни, когда он назвал столицу именем Нур-Султан, улицы своим именем. Вообще он колоссально ошибся. Вот это его желание все время себя так при жизни обессмертить, привело к тому, что он попал в ловушку. Теперь он никак не может поставить на позицию президента Дарегу, потому что люди уже обозлены. Столицу назвал, памятники навешал. Ну это вообще беспрецедентно. Это было приблизительно что-то такое у Туркменбаши. Город Туркменбаши назвал, памятники ставил. Он спрашивает, где тебя Туркменбаши? Есть Аркадак, Туркменбаши нет. Поэтому эти планы, они, скажем, нереализуемы. Особенно с учетом того, что вот он решил себя обессмертить и подорвал позицию Дареге. Теперь Дареге не так просто стать президентом страны. То есть ее можно назначить. Но куда девать Хасмжамарт? Ну хорошо, его сдвинули. Но все равно нужно проводить выборы. Все равно нужно легитимизировать. Дарега может прийти, побыть исполняющий обязанности в какой-то период. Но все равно нужно проводить выборы. И понятно, что если прошлый выбор привели к тому, что задержанных было более 5000 человек, когда Назарбаев решил поставить на свою позицию такого серого человека, как Хасмжамарт Ахаев, это было какое негодование. Но вы себе представляете, что будет, если он попытается поставить дочь. Наш народ политизировался, стал более грамотным. И вы понимаете, что всеми своими действиями Назарбаев создал такие препятствия, которые не так просто преодолеть. Сейчас, в следующем году, Назарбаев будет вынужден объявить о досрочных выборах в парламент. Это еще раз будет активизация и политизация страны. Он создал фейковые партии, всякие типа ДПК и все прочее. Но эти люди же появляются в регионах. Они что-то говорят. И для того, чтобы соответствовать той планке, которую поднял ДВК, у ДВК простая планка. Нет должности президента. Мы строим парламентскую республику. Назарбаев враг нашей страны. Вся его семья. Они должны быть задержаны. Привлечь их мы должны к ответственности. И любые партии, которые не озвучивают такие слова, вы заведомо можете сказать, что они провластны. И поэтому мы подняли планку до такой степени, что любые партии, пусть даже фейковые, которые появляются, если они хотят завоевать доверие народа, они вынуждены эти слова озвучивать. То есть, помогая нам политизировать наш народ, раскрывать глаза, говорить правду. И все действия власти, создание фейковой партии только приводят к тому, что у них все больше и больше появляется проблем. Вот, собственно, он сам себя загнал в лагушку. Еще раз я хочу сказать, это связано с нашей политической активностью. Всего общества. Маленькие пикеты. Выступления матерей. Митинги. Любые акции, они приводят к ослаблению этого режима. Митинги. Митинги.